Профилактические меры уже не помогают. Эпидемиологическая обстановка в Ядринском районе осложняется с каждым днем. По состоянию на 25 мая 170 заболевших. Зарегистрировано 138 домашних очагов инфекции с числом контактных лиц 429 человек. Из них 132 ребенка. По распоряжению в Рио главы Чувашии сегодня в Ядрине побывала рабочая группа Оперштаба, чтобы разобраться в ситуации на месте. Статистика удручающая. Болеют взрослые и дети. Город Ядрин и район входят в список пяти территорий, где выявлено большое количество зараженных. Члены рабочей группы прошли по некоторым точкам и обнаружили множественные нарушения. Антисептики. А почему нет? А там же они в этой упаковке. Это большие, да? Да. Вы не можете гарантироваться. Разбавляйте, не разбавляйте. Какой консентрации вы используете? Я рекомендую, что хозяину иметь именно дозатор на стены, чтобы люди... У вас нет отдельного человека, который брызгает на руки. Вы же одна работаете. Да. В торговых точках не соблюдается масочный режим. Отсутствуют дезинфицирующие средства. А домашние очаги заражения – еще одно весомое подтверждение неэффективности проводимых мер. Все мероприятия, которые вы говорили, что они выполнялись, они не выполнялись по факту. Это все формальный подход. Формализм. И если мы это неисправим, не приведем в тот должный вид, у нас ничего не получится. У нас также будут расти и также будут формироваться гигантские очаги. Ну это же смешно, когда говорите, там, сколько вы сказали, 127 предприятия не проверили? И одно нарушение за нарушением масочного режима. Ну не повери ни за что. Хотите сказать, в каждой торговой точке стоит там дезинфицирующие средства, и каждый продавец торговой точки раздает все маски, у кого их нету, у посетителей? Да нет этого. На основании предписания Роспотребнадзора, на основании решения рабочей группы мы вышли с инициативой к голове усилить и ввести дополнительные ограничительные мероприятия, которые будут действовать в течение ближайших, ну минимум двухнедельных территорий Ядренского района. Что это значит? Ну, во-первых, мы возвращаем ограничение свободного перемещения, и граждане старше 65 лет должны будут по-прежнему соблюдать режим самоизоляции на дому. Место расстояния и причина для выхода граждан Ядренского района из дома, она также будет ограничиваться походом в магазин, в аптеку. Еще одна спецмера – запрет на уличную торговлю. Приостанавливается работа рынков и ярмарок. Вдвое сокращается количество торговых точек, в ассортименте которых присутствуют предметы первой необходимости и продукты. Под запрет подпадают и предприятия сферы услуг. Берется под контроль въезд на территорию района. На подъездах к городу Ядрен будут установлены, и сегодня, с завтрашнего дня, начнут работать контрольно-пропускные пункты, установленные Министерством внутренних дел. Все лица, которые будут приезжать из других регионов в Ядренский район, будут останавливаться на постах, и всем им будут выдаваться письменные уведомления, которые обязывают их в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции. Безусловно, необходимые санитарно-гигиенические средства в район поступят. Будет усилена дезинфекция улиц, остановок и других общественных пространств. Мобильные группы будут проверять соблюдение масочного режима в транспорте. Заполненность салонов должна быть не более чем на 50%. Валерия Дружнец, Андрей Шоклев, Республика.